Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1106. Событие дня. Второзаконие 32-35. Ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них. У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их. Ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них. Вот такой эпигром взял. За 26 декабря 2018 года. Ну и объявление о помощи попросили сделать. Прочитайте, у кого будет желание, можете помочь. Остались четверо детей, неблагополучно с отцом. То есть вы умеете тормознуть и просчитать. Вчера интересно, стали разбирать, что такое труба. Дело труба. Оказывается, деньги в трубу вылетают. Не закрывают задвижку. Идет туда в трубу, все. Дело труба. Вот какой ролик. Дело труба. Просто зарядите. Настолько интересно, я кое-кому даже разослал. Это окончательная гибель. По недоразумению, почему убыточное состояние. Это всему, любому. Не только о трубе дело идет. Я пишу относительно Нового года. Даю материал с нашего форума. И вот он как называется. Новый год. Зарядите. И вот здесь вот полностью. Новый год. Православный форум Игнатия Лапкина. Новосвете и Библии. Вот такое. Зарядите. Вот это выскочит. Где найти? Там большой материал. Большой. Наталья. Спаси Христос. Благодарю за ценную информацию. Я теперь этот Новый год терпеть не могу. Одни пьянки и гулянки. И в гости насильно приходят. Кто из подкаблучник? И почему он вреднее самой смерти разовой? Это 4 января 2018 года. Был ролик записан. И вот сейчас в интернете. Вчера там нахваливали, нахваливали. Говорят, это, наверное, лучше вообще нету ничего. Наталья. Кто из подкаблучник? И почему он вреднее? Каким мужчинам тянутся женщины? И почему? Так по-русски зарядите это. Вот этот заголовок. И сразу это выйдет. Максим Степаненко в лагере нашем говорит. Она говорит. Очень хороший ролик. Тут и Валентина Стартисон в лагере. Игнатий Тихонович. Как хорошо, что вы ведете всего видеозапись. И полезно, и поучительно. А другие не надо. Не надо. Не надо. Вот прищищали здесь. А сейчас люди смотрят. Как на сердце. Легон увидели, как у нас благоговейно. К причастию. Какой порядок. Люди отзываются. А я внутренне чувствую, что это необходимо. Надежда Буха ей говорит. Володя, знаешь, какой ролик надо снять, Игнатий Тихонович? Найти спонсоров и слетать к Агапе Лыковой. Живет недалеко, в Кемеровской области. Вот недавно к ней даже губернатор Кемерово слетал. Слетал недалеко. Так слетал. Это вертолет надо нанимать. В тайге. Рядом она живет. Увидала рядом. Володя Пащенко. Я ему скажу. Надежда. Слетал. Он сказал, Владимир Пащенко, он сказал, зачем с ней встречаться? Она еле и говорит, и полуграмотная женщина. Игнатий Тихонович уже лежит под одеялом. И благодарит тебя, что ты сдвинула дело с Стивом Мишелом. Надежда Савинцева. Она старообрядка, беспоповка. Ее надо убедить креститься и причаститься. Жалко просто мне ее. К ней ездил митрополит старообрядческий. И причащалась, и видно, я уже ничего не сделаю ей. Она упорная, упорная. Упрямее старообрядцев никого на земле, наверное, нет. Упертые. Упертые во тьму. Она у них осязаемая, прямо тьма эта. Если зло какое-то показалось им, все намертое. Из поколения в поколение это злопомнение. А злопомнение уподобляет дьяволу, говорит Иоанн Златоуз. Более свирепого общества вообще не встречал в жизни. Друг другу по наследству ее передают. Вот как бывает, волшебник, колдун, так и эти. А вот он то-то мне-то там сказал, то-то. Хоть сто раз уже добро делая, а вот то-то, то-то. Ну вот Песков пишет мне, когда к ним ездил, к Лыковым-то, стал говорить, а вот война была как? Война была? Он даже не знал, что война была окончилась. Ерманиц пошел опять на нас. Петру проклятие. Это он с ними шаш не водил. Он говорит о Никоне, о Петре Первом, о Алексею Михайловиче так, как будто они за стенкой живут у него и мешают ему. Это человек верской совершенно. И он это нигде больше не встречал. Интересно, Каспришин Андрей Николаевич, это в Алтайской правде, заслуженный фотограф. Премию какую-то получил даже от Путина прямо, заслуженный деятель искусства. И вот он поехал где-то к кому-то, и там сарабрятся, видимо, откомандировали. И они, все нормально было, но когда они увидели у него на фотоаппарате Никон написано, он не знал, что делать. Я их убеждаю, что это компания такая японская, не наша, то другое. Ну, нашелся грамотный человек, поверили. От слова Никон, это Никон святое имя. Они никогда сарабрятся Никоном не назовут, никого нету. Володе, Сереже, там это будут, Петя, Федя. Никона нету. Так ну Никон-то это имя в святцах написано. Нет. То есть уже распространяется и на тех, которые канонизированные. Притом канонизированные, дораскольные еще, до Никона были. Ну, злоба. Повторяю, что я их очень хорошо знаю. Они у нас и в деревне есть. Я сам родился в этой среде. Ну, мы только слышали там, а ничего не было. Лучшее доказательство, что у них ни у кого нет голубей. Нигде. Под разными предлогами, то мыши им, то не будут, ненавидят. А голуби у злого человека не водятся. Статья такая была. Вот так. Владимир Пащенко говорит. Он сейчас уже спит. Я ему завтра подкину эту мысль все-таки. Давай, Володя, иди подкидывай. Написал Матфея 7, 12, 14. Как вам кажется, если бы у кого было сто овес, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего небесного, чтоб погиб один из малых сих. К Агафи летала женщина там, жила с ней несколько лет и все равно ушла. Она все на своем делает. Ни в чем она не может уступить. Рассказала бы спокойно. И все так она, как говорит Гнусава, слово за слово, и разницы нет, о чем она говорит. О самом простом, или рыбу ловить, или медведь напал, у них тон не меняется один. Это все где-то запредельно далеко. И вот он приезжает к ней, губернатор. Губернатор Аман Тулеев, этот по доброте своей человек, много еще и посылает. Она за него молится, у него, конечно, вертолет есть. Ну, я бы съездил, но она сейчас привыкла, уже ее записывает, а то те-то не давали. Как этот ее отец Карп Осипович говорил. Люди-то хорошие, но машинками, что же они так обвешались? Это на фотоаппарат, на проще. Стив Митчелл написал Джастасу, чтобы звонил вам на скайп, это мне один пишет о нем. Это заголовок такой, Сергей. По поводу американца и его крещения. Посмотрел, что такое катехумен, греческое. Оглашать. То есть он в катехуменах находится. Оглашенный, готовящийся к святому крещению, новообращенный. Скорее всего, ваша знакомая из США, это лидия Муранова, не поняла. Они как раз едут в православный центр, чтобы пройти подготовку к окрещению. С уважением, Николай А. Я спрячу фамилию, потому что осатанелые недруги у меня кидаются и сразу. Главное показать, какой я плохой. И все придумает и придумывает. Ни один правду не говорит. Еще ни одного не было, что вот он от начала до конца сказал правду. Не то, что он не знает, а он не может. Почему это и Сергей Игнатович, это сказать, Егорович Игнатов не говорит? Которые у нас были? Марина Христенко уехала, ничего не говорит. Нет, нету ничего. Никита Колесников уехал по-хорошему, Виталий вот был. Нет, всякая ложь. Это вот выгнали, вы их обобрали, мы их обобрали. Ну, ну, что это толковать-то? Ну, все на выворот. А наоборот, там, сколько вложено было, спонсоры были, что она приезжала с Аполлинарией, Полиной, Мариной этой, все бесплатно. А мы ее обобрали. Да у нее ничего нету. Ну, дурь. Ксения, мир всем. Добавила в группу Нину, о которой рассказывал Игнатью Тихоновичу. Нина живет в Антипаюте. А сейчас приехала в гости к родным на праздники, поэтому есть возможность выйти в интернет. Антипаюте – это поселок Венецкой автономной области, где ненцы, олени и храм, в котором 38 градусов минус при включенных батареях. Минус 38, а у нас 27 на улице, и уже голубям вчера слезал, слезал покормить ее, слез полуживой. Нина, мир всем, братья и сестры. Елена, с миром. Наталья, с миром принимаем, рады вас видеть в нашем сообществе. У нас как раз занятия закончились. Нина, мне тоже приятно к вам присоединиться. Впереди еще одно. Наталья, слава Иисусу Христу за интернет, через который мы имеем общение. Это чудо и милость к нам. С разных концов земли можно общаться, и заниматься по Слову Божьему, и посоветоваться, и получить на вопросы ответы. Нина, да, об этом сегодня с Ксенией говорили. Во веки слава. А знаете, кто интернет? Тим Бернер Сли. Молитесь, вот мы каждый день за него молимся. Тимофей, Тимофей изобрел этот интернет, а телефон вот этот. Мартин Купер, то есть Мартин. Молитесь о нем, они живые. Сергей Евтушенко. Мир всем, братья и сестры. Нина и Юлиана Александровна, сегодня с миром принимаем. Роман. Сегодняшнее занятие по скайпу прошло недавно. Называется «Противосекстанские чтения с Игнатием Тихоновичем». Ну, я переименовываю по-своему. Никита Колесников. Володя, слушай. Спаси Христос Игнатий Тихонович. Как раз в нужное время полезная информация. То есть о Новом Годе. С нашего форма. Я пишу. Как с работы? Не нашли ли велосипед? И где живешь? Никита Колесников. Работаю в Киеве. На складе автозапчастей кладовщиком. Туда меня позвал зритель нашего канала Михаил Куденцов. Он когда-то заказал почти все ваши книги, кроме поэзии. Ревностный парень с бородой и в поясе. Работает. Не смотрю ни на что. Хотя коллектив у нас хороший. 28-40 лет. Совсем еще как подростки. Хорошо в мужской компании. По велосипеду дело закрыли уже. У нас тут кража страшная таких вещей. Наркомания развита. Крадут все, что плохо лежит ради дозы. Снимаю комнату в квартире. Со мной мужчина живет неженатый. Выпивает от скуки безбожной. Но никогда пьяным его не видел. Закусывает хорошо. Слава Богу. Нормальный человек. И дешево на двоих получается. Скучаю за вами. За вами. Не о вас, а за вами. Интересно. Где-то я же взял такое. И потеряевкой. И общиной вообще. Лучшие годы. В скобках. В плане полезнейшие. В моей жизни у вас прошли. Лучшие годы у нас прошли. Вот Никиту мы обобрали. Никиту выгнали. Люди не знают. Опыт неоценимый. Я пишу. Мы ежедневно молимся о тебе и Виталии. Имена рядом записаны в уме. Никита Колесников. Спаси Христос. Это очень чувствуется. Иногда как будто молнией прошибает. Я за вас тоже всегда молюсь. И чтобы Стив Митчелл узнал вас как можно лучше. Дмитрий. Добрый вечер, Игнат Тихонович. Прочитал ваш присланный материал. Очень понравились стихи. И особенно одно четверостишее. Я обнимаю Библию и нежно прижимаю кормилицей и нянькой на реку. Не буква мертвая, наставница живая. В нее войду, как в мудрости реку. По возможности вашему желанию, хотелось бы от вас получить еще ваших стихов. И еще созрел вопрос, касающийся Нового года. Новый год вообще нельзя праздновать? Или его нельзя праздновать так, как его развратно празднуют неверующие люди? Заранее спасибо. Сейчас я отвечаю. Дам вам свои все 3467 стихов в одном файле. Стихи одним файлом. Получили? Он пишет. Да, да, получил. Прошу прощения. Забыл написать. Уже читать начал. Я пишу относительно Нового года. Даю материал с нашего форума. И вот показываю, где. Это утром я все отвечал. Сергей Игнатов. Христос посреди нас. Есть и будет. Отец Игнатий. Да хранит тебя и твоих ближних, Господь. Как твое сердце переполнено благодарностью и словословием любящего тебя Бога, так и мое сердце исполнено благодарностью Богу за все, что он мне дал, в том числе и через тебя. Аминь. Ну вот, маленько выбрал кое-что. Многое не выбираю. Просто видно, многовато будет. Ну и показать наши ресурсы. Очень люблю мой мир. Вот он как выглядит. Вот нажму тут вверху почта. Вот смотрите, мой мир. Сейчас откроется почта. Вот сюда можно легко писать и файлы там. Ну тут я кое-что не убираю, остаются. А выйти из него, я не знаю как правильно, мой мир нажимаю. А потом вот на свой Игнатий Лапкин. Вот и вышел. Эх, у меня тут 22410 этих фотографий только. Ну а это у нас что? Это форум. Вот на форуме надо показать, как это выглядит. Форум. А тут о поясе. Надо все это будет взять. Новое сообщение. Вот я на Новый год. Новый год выпустил. Вперед прошло. И, конечно, православный видеоканал «Открытым оком» во свете Библии. Ну что тут, 160, 375. Сейчас по первым. Ага, вот. Сегодня я немножко выставил. 5, 6, 7. 7. Ну сейчас еще 3 добавлю. У меня больше по 10 роликов небольшие. Америка. Четвертая. Вот это. 769. Человек посмотрели. За 20 часов. Ну вот тут я выступал. Слово сказал в собрании. 2949. Ну практически уже 3000. Ну это мизерное. 3000-то. Но человек. У нас с ними мимоходящие люди приходят и остаются. Вот. Заезжал ко мне Алексей. Вот. Этот. Устинок. 3528. 3528. Видишь, люди выбирают, что им надо. Да, больше не буду тут смотреть. Понятно, что. Ну и. Православный библейский сайт. Во свете Библии. Очень богатый. Очень богатый. Все здесь есть. Полагаю, что почти все. Взял. Вот. Тут кое-какие есть. Один тут в Вавилоне стал рассуждать не так. Я ему сразу в Вавилоне материал скинул. Вот. Прочитайте. Я сейчас его протащу, чтобы было видно. Что такое Вавилон? 14 глава. Откровение. Вот что как надо понимать, что такое Вавилон. Затормозить. Если кто желает, тот и просчитает. Слава Иисусу Христу! Ой, сестра дорогая, пишет. Вот так. И вот дальше. Это уже 14 глава, 8 стих. Ну и толкование. Он так. Как толковать надо его? Половил он. Вот я показываю, чтобы знали. Это вот утром сегодня я ее вытащил. Скопировал со своего третьего тома. Это вот одно слово разъяснить только. И то, сколько вот идет. Так это написать надо было. Это набор брали. Тест Геннадий Фаст. Это его труд. Огромный, полезный и вечный. Благословенный и убогий человек. Вот сколько здесь. И Вавилон. Вот какой Вавилон. Я даже могу сейчас. Ну, поэтому, конечно, у нас тут такое не крупное. Я сейчас вот это задел не так. Ставка номер страницы. Надо показать, что это будет от центра. И 12 страниц. Об одном только слове Вавилон. Такое подробное разъяснение. Вот так. Тут еще что-то у меня было. Это вот ролики, которые... А вот Новый Год. О Новом Годе. Это вчера, кажется, было уже. Я показывал. Открытым оком том 2. Я не знаю, вчера про Новый Год считал, не считал. Вот, просчитайте. Вот у меня стихотворение написанное. А на Новом Годе тоже прочитайте. Можете взять, писать, зайти. Вот с эпиграфом. Второе стихотворение. Вот такой эпиграф. Новый Год мяукающий кот. Еще завязан в мешке и неизвестен. Беснуется и празднует народ. Жует и пьет, пока бурьюк не треснет. Чему же радуется даже самый нищий? Быть может, благодарность Богу шлет? Что не сгорел, удачно крошки ищет. Рыбачий не ушел к весне под лед. И отчего мечтаниям рада. И там, где к кошелькам работы много. Быть может, благодарность и гирлянда, что так удачно отшагали ноги. Да нет, женя от том у всех забота. Забыты утренние пресные подарки. Но радость ожидания чего-то, таинственно лучшую, чем старым. Так каждый год нас поздравляет рот, а сердце отупело не вещает, что дать и нечего, кашло так и пройдет, как слово не было положено вначале. Вначале было слово, а потом творение света, доброты и довольства. Не захлебнуться бы молитвой и постом, когда на брачущихся закрепляют кольца. Христос благословил прошедший срок, приемлю скрытое, как самое по мне. Приватизирую их горесть и урок, знамения пальцы, сжатые во сне. Мой фейерверк поклонов Иегове высвечивает прошлое смирением и улыбкой. Какие бы будущее ни было суровым, Христос, желанный друг, не золотая рыбка. Мой Новый год. Уже стираю пот, держу уверенно писание-прожектор. Подарок благовестию 12 пар сапог. Олень корысть и трусость под запретом. 1 января 2005 года. Вот уже, получается, 13 лет назад. Ну и вот автор музыки Виктор Николаевич поет. Я не знаю, было у меня тут или не было он поет. Тут легко даже сделать. Называется, младенец родился в безвестной пещере. Такое обычное дело. С тех пор та табличка нет места дечерни. Две тысячи лет провисело. Кормушка скота называлась Ясли. В нее положили младенца. Кончалась ночь. В небе звезды угасли, укрывшись зари полотенцем. Потом это будет в далеком потом. И новая эра, и храмы. Пока же жилье с бессловесным скотом, Египет и смертные раны. Пока только ангелы знают об этом, и счастью сказать, пастухи. Потом будут книги, восторги поэтов о том, кто прощает грехи. Младенец лежит пеленами, повитой, обласканной матерью девой. И в страхе раввин разворачивал свитки. И все истолковал влево. Тот камень уже не рукой отрывал от чрева, что шире небес. И рушились троны и гибли валы. Победный возбегнулся крест. Когда-то от голода родину бросив. К полям Моавистским ушла наимень. Но срочной депешей зовет всех Иосиф. Хлеб жизни сегодня родился. Аминь. Младенец родился. Ликуй, Вифлеем, дом хлеба на все времена. Пещера безвестная, чудный эдем. В ней тот, чьи сильны рамина. Это я написал 2 января 1984 года. Потому что Вифлеем переводится дом хлеба. Тут все надо знать. Почему так говорено. Я не знаю. Минутку, Володя, подними. Я сейчас туда вниз загляну только. Вот этот вот аппарат. И ты потом мне отдашь. Я все это размонтирую. Подержи. Прямо совсем полминуты. Сейчас быстро. Вот этот вот. Вот сюда надо нажать на контур. И вот так вот туда на него. Все. Дальше еще не нужно. Не, поставьте. Младенец. Младенец родился. Ну, давай. Давай. Младенец родился в безвестной пещере. Такое обычное дело. С тех пор-то табличка нет места для черней. Две тысячи лет провисела. Кормушка скота называлась, Если в нее положили младенца. Кончалась ночь. Кончалась ночь. В небе звезды угасли. Укрывшись зари полотенца. Младенец. 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 Лежит. Младенец. 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 Все.